Молния Облако состоит из мельчайших капель воды. Под воздействием потоков воздуха капли электризуются. Обычно на поверхности капель образуется отрицательный заряд, внутри положительный. Капля дробится потоком воздуха. Заряды разделяются. Более мелкие капли поднимаются в верхнюю часть облака, крупные остаются в нижней части. Так образуются положительно и отрицательно заряженные тучи. Когда такие тучи сближаются, между ними возникает молния. Приближается гроза. Молнии между облаками самые обычные во время грозы. Но иногда они попадают и в землю. Почему молния возникает между облаком и землей? Под заряженным облаком, на земле, через влияние, возникает заряд противоположного знака. Словно тень передвигается на веденный заряд за облаком. Заряд в облаке и в земле увеличивается, возникает молния. Молния кажется нам мгновенной, но это не так. Вначале возникает слабосветящийся разряд, лидер. Он прокладывает дорогу для основного разряда. Лидер меняет направление, двигаясь туда, где электропроводность воздуха больше. Едва лидер коснулся земли, как по электропроводному каналу, несколько раз проходит ток огромного напряжения и силы. Воздух раскаляется. Это и есть та ослепительная молния, которую видит наш глаз. Резкое расширение воздуха от надувания создает звуковые волны. Это гром. Мы в высоковольтной лаборатории. Гигантская искра возникает здесь по воле человека. Металлическая стержень служит одним электродом, медный пол под ним другим. Внимание! На площадке высокое напряжение. Постепенно повышая напряжение на электродах, можно наблюдать развитие молнии. Даю напряжение. Эти извилистые искры лидеры. Напряжение увеличивается. Едва один из лидеров касается медного пола, по его пути устремляется разряд молнии. Дымка молния несколько микросекунд. Но мощный разряд обладает большой разрушительной силой. Он может зажечь дерево, расколоть его, разрушить кирпич. Молния может оплавить металл и намагнить их железные предметы, подобно всякому электрическому току. Куда попадает молния? Мы можем изучить это, проводя в лаборатории ряд опытов. На площадке поставлен макет дома. Молния поразила дом, наиболее высокий предмет. Закопаем рядом с макетом дома кусок металла. Куда теперь попадет молния? В электропроводный предмет. Это происходит потому, что углако индуктирует наибольший заряд на высоких и электропроводных предметах. Теперь на крыше установлен молнииотвод. Это металлический стержень. Провод соединяет его с заземлением. Ток молнии по проводу отводится в землю. Если нужно защитить от молнии большой объект, лучше применить отдельно стоящие молнииотводы. Отодвинем молнииотвод подальше. Еще дальше. Следовательно, молнииотвод имеет определенную зону защиты. Это конус с углом при вершине около 45 градусов. А если установить два молнииотвода, это зона защиты двух молнииотводов. Они способны надежно защитить объект от поражения молнии. Но молнииотвод способен не только предохранить постройку от прямого попадания молнии. Заряды, наведенные тучей, стекают с молнииотвода и достигая облака разряжают его. Опасность возникновения молнии уменьшается. Все сооружения, представляющие опасность во время грозы, заземляются. Заземлены строительные краны, заводские трубы, мачты линии электропередачи. Но если молния все-таки попадет в провода, автоматические выключатели на короткое время отсоединят линию от электростанции. Поведение молнии часто кажется нам загадкой. Почему молния попала не в высокие строения на холме, а поразила сарай, расположенный в ложбине? Если бы мы могли вот так раздвинуть толщу земли, то увидели бы, что сарай стоял на водоносном слое почвы. Водоносный участок земли более электропроводен, чем сухой. Проверим это на нашем макете. Ну а как защититься от молнии человеку, если гроза застала его врасплох? Дети укрылись под сосной. Правильно ли они поступили? Высокий сырой ствол дерева проводит электричество. Во время грозы высокие отдельно стоящие деревья опасны, в них может ударить молния. Как защищается от молний большой город? На городских крышах вы не увидите молнии отводов. Их роль выполняют сами крыши. Каждая крыша надежно заземляется. Она и защищает дом. Молнииотводами являются шпили высотных зданий. Они заземляны из дома на многие сотни метров потух. Изучив свойства молнии, человек нашел надежные средства защиты от нее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok